Солдаты Северной Кореи говорят уже почти на украинской границе. Это была конфиденциальная информация. Владимир Зеленский говорит о ракетах «Тамага». Зачем Рамзан Кадыров говорит о якобы погибших украинских военных после атаки дронов в Чечне? Об этом и о другом важном, о чем говорят в последнее время, нам поможет разобраться с вами украинский журналист Дмитрий Гордон. Дмитрий Ильич, здравствуйте и спасибо, что нашли время. Добрый вечер, Слава, здравствуйте. Я, с позволения сказать, расскажу вам одну историю, очень короткую. Значит, буквально накануне нашей с вами встречи я общался с двумя людьми, с одной своей коллегой, телевизионной ведущей. Это было буквально несколько часов назад. А еще прежде того, часов 5-6 назад, с своим другом, он доктор наук, профессор университета Шевченко. И так получилось, что я рассказал о том, что мы с вами планируем встречаться. Они не знают друг друга совершенно. И они попросили меня об одном и том же. Я думаю, вы сейчас угадаете. Если нет, я вам прям расскажу. Значит, они мне задали... Ну как задали? Они уполномочены меня спросить у вас. Обязательно спроси у Дмитрия, почему он считает, что вот после 5-го числа точно, стремительно Российско-Украинская война пойдет к завершению. На чем он основывается? Дмитрий Ильич, легендарная рубрика «Вопросы друзей». Я исполнил пожелания. Я вам отвечу. Первое. Какая самая главная для нас страна, защищающая наши интересы, непосредственные интересы, кровные интересы, интересы вообще выживания в этой кровопролитной войне с фашистской Россией? Соединенные Штаты Америки. От того, что будет происходить в Соединенных Штатах Америки, зависит наше будущее. Я не соврал ни в одном слове этой фразы. Как бы кому было это безрадостно слышать? Сейчас скажут, а, так вы все-таки зависимые. Не субъектные, да, зависимые. Да, зависимые. Ну, конечно, зависимые. А что в этом такого? Конечно, зависимые. На нас напал враг. 140 миллионов страна с огромным количеством ядерного оружия и прочего. Агрессивная, наглая, скотинившая в конец. У нас население, сами понимаете, хотел сказать сколько, так я не скажу сколько. Я не знаю сколько. Может, миллионов 30 сейчас. А может, и нет. Кто знает, сколько сейчас населения Украины? По разным оценкам именно это число где-то фигурирует. Ну да. Да, возможности у нас в силу разных причин ограничены. И если бы не Соединенные Штаты, не Великобритания, еще не ряд стран, но в первую очередь, если бы не Соединенные Штаты, Украины на карте мира как независимого государства и вообще как государства уже не было бы. Это вообще аксиома, то есть утверждение, не требующее доказательств. Поэтому перехожу ближе к телу. 5 ноября в Соединенных Штатах Америки пройдут выборы президента. Президент Байден, который будет руководить страной до января, до инаугурации, он уходящий президент. И он не в состоянии принимать решения, которые будут влиять кардинальным образом на ход российско-украинской войны. И он не хочет принимать эти решения и не принимал их в течение почти уже трех лет войны в силу разных опять-таки причин. Я очень благодарен Джо Байдену, лично я, за то, что он не позволил нам пропасть. Да, он не позволил нам победить в вооруженном конфликте, хотя мог. Если бы американцы дали кое-что, даже кое-как, мы бы решили все вопросы. Вот просто представьте себе, да не надо пока там Агавков, не надо Атакамсов. Вот просто представьте, у них куча самолетов F-16, ну, херова гора, которые стоят без дела. Вот представьте, создается частная военная компания в США, куда приглашаются за хорошие деньги пилоты в отставке, американские пилоты в отставке, которые долго-долго эксплуатировали самолеты F-16. Приезжают эти 45-летние, 50-летние ребята, им говорят, пацаны, вот ваша зарплата там 30 тысяч долларов или 50 тысяч долларов в месяц, вот вас 200, садитесь на 200 самолетов F-16, расхерачьте кням собачьим эту фашистскую недострану. И 200 самолетов F-16 за неделю-две решают все вопросы. Первый вариант. Второй вариант. А, вы хотите без крови? Можно и без крови. Ну, снизьте цены на нефть. Убейте танкерный флот русский. Не дайте русским продавать нефть, обескровьте их, чтобы у них не было денег на войну. Потому что война это всегда деньги, это математика. Есть у тебя бабки, воюешь. Нет у тебя бабок, не воюешь. Сделайте, чтобы этих чертей не было бабок. Но не сделали ни того, ни другого. Из чего я сделал свой вывод. Значит, Россия нужна, Путин нужен. И они не хотят, чтобы они проиграли в вооруженном конфликте. Поэтому Байден свое слово уже сказал. Я ему благодарен за это. Жаль, что, сказав слово, не произнес фразу. А сейчас 5 ноября решится не только судьба Соединенных Штатов на ближайшие 4 года. Судьба Украины на ближайшие 100, 200, 300 лет решится именно после 5 ноября. И мы имеем два варианта. Первый вариант Камала Харрис, при которой поддержка Украины будет, как минимум, такой же, как при Байдене. Как максимум, намного лучше. Салливана не будет, если что, да? Что? Я говорю, Салливана не будет, если что. Если как, Салливана не будет, который плотно работал с Москвой и очень боялся эскалации и так далее. Но дело даже не в Салливане. Это же не просто так, вот один человек. Нет, это же группа людей за ними стоит. Ну, это не просто так все. И второй вариант Джои, Дональд Трамп. Там, возможно, варианты разные. Мы эти варианты знаем. Вариант первый. Он вообще, вариант единственный, который мне кажется, мне кажется, исходя из моих разговоров с высокопоставленнейшими людьми в США, в Британии и у нас в Украине. И из открытых источников, то, что я понимаю. Исходя из заявлений Трампа самого и Венса, потенциального вице-президента США от республиканской партии, разговор будет крайне простой. Кстати, Трамп говорил, что решит этот вопрос за 24 часа. И я думаю, что он в состоянии решить этот вопрос за 24 часа. Понравится ли нам решение этого вопроса? Это второе уже. Я думаю, что он просто позвонит Путину и скажет, Владимир, там, где вы находитесь сейчас, контролируйте территорию дальше. Мы это не признаем территории России, но она остается за вами. Вот линия конфликта. Украина создает демилитаризованную зону. В НАТО мы ее не берем. Санкции, наверное, с вас снимем. Значит, ну, Украине что-то прогарантируем, наверное. Как-то так. Зеленскому скажет то же самое. Если Путин скажет, меня это не устраивает, Трамп может сказать, ок. Я сейчас дам Зеленскому все для того, чтобы он вас победил военным путем. Если Зеленский скажет, нас это не устраивает, он скажет, хорошо. Наша поддержка финансовая закончилась, и военная тоже. Решайте вопрос с Европой. Вы же часть Европы. Пусть Европа вам поможет. А мы займемся собой. Значит, это первая часть ответа на ваш вопрос. Я исхожу из того, что после 5 ноября события будут развиваться с калейдоскопической скоростью. Война всем надоела. Она надоела России. У них дела плохи. Как бы они не хорохорились, какую бы довольную рожу Путин не делал на людях, но его учили в высшей школе КГБ и не только там, скрывать свои эмоции. Он это умеет делать. Он грамотный чувак. Плюс опыт президентства. 25 лет практически. Какую бы довольную, самодовольную рожу он не делал, дела плохи. По главным направлениям в России. Я их сейчас сформулирую. С вооружениями плохо дело. Советские склады опустили. Производить они не успевают, не в состоянии столько, сколько надо. И не от хорошей жизни они обращаются к Ирану и к Северной Корее. От хорошей жизни к этим двум странам и сгоям не обращаются. Все делают сами. С живой силой. Огромнейшая проблема. Надо бы мобилизацию объявить. Но, во-первых, это вызовет социальный взрыв. Потому что в сентябре 2022 года это вызвало уже потрясение. И Путин это хорошо запомнил. Социальный взрыв. Потому что если гибнуть начнут, а не начнут. Мобилизованные и срочники. Это другое дело. Потому что когда идут уроды записываться на контракт за огромные бабки и гибнут. 30 тысяч долларов там единоразовая выплата, да, подъем? 31 тысяча долларов уже в Белгородской области. 3 миллиона рублей. Тоже не от хорошей жизни. Это значит, что идиотов, которые хотят пойти гасить ипотеку или просто заработать, уже практически нет. 31 тысяча, вы меня извините, в Соединенных Штатах таких денег не платят за заключение контракта. Это уже первый сигнал. И 10 тысяч или 12 тысяч этих северных корейцев. Это унижение для России. Так вы у себя уже людей набрать не можете, что ли? Так вот. Если начнут гибнуть, если гибнут сейчас контрактники, ну, вокруг все говорят в России, ну, так что ж, Петя сам пошел. Петя же хотел заработать, это его личное дело. Хотел, не получилось, или получил он семья, Людка там с Ванькой получили гробовые за него, и все довольны. И вообще, Петя был деклассированный элемент, гопник и вообще люмпен пролетариат, и жалеть неком заработал. Жалко, что не мы заработали, а он. Условно говоря. Но, если вот семья и мужик работает на заводе где-то, или в конструкторском бюро, или еще где-то, его мобилизовывают, его убивают, это другое дело. Поэтому проблема у Путина и с человеческим ресурсом. Огромная проблема с экономикой. Сейчас она начинает проявляться. Все разговоры о том, что у России экономический рост, конечно, рост. Но за счет чего? За счет ВПК. А сейчас подняли ключевую ставку на два пункта. Это проблема. Они залезли уже в фонд благосостояния серьезнейшим образом. Вообще, я иногда думаю, этот больной на голову по фамилии Путин потратил с 2014 года триллион долларов на войну. Триллион долларов на войну. Я отвечаю за эту цифру. Она проверит. Шутят, вы знаете, Дмитрий Юрьевич, шутят, что Эльвира Сахизадовна Набиулина, да, уже, скорее всего, парит носит, потому что волос не осталось от того, что происходит с российской экономикой. Да, чтобы она сдохла эта Эльвира Сахизадовна вместе со своим патроном, чтобы они все подохли. Это все военные преступники. Но я не об этом сейчас. Я о том, что этот идиот потратил триллион долларов на войну за 10 лет. Да, если бы он потратил триллион долларов на Россию, на развитие этой недоразвитой страны, на социалку, на стариков, на дома престарелых, на школы, детские садики, на дороги, на ЖКХ, прогнившие вообще до нельзя. Триллион долларов, да он бы построил Объединенные Арабские Эмираты. Идиот, идиотина, кретин. Вот, иду дальше. Я же отвечаю на ваш вопрос, немножко развернуто, но я это делаю сознательно, да. Значит, Россия от войны устала. Раз. Украина от войны устала. И не надо объяснять долго, почему. Устала. Мы все устали. Мы держимся и будем держаться, но мы устали. А больше всего устали ребята в окопах на переднем крае, которых заменить не особо есть кем. Устал ли Запад от войны? Ну, конечно, да. Но кучу денег они тратят не на себя, а на нас. Куча нервов, куча всего. Очаг напряжения. Напряженности и напряжение, напряженности. А Китай устал. Да, это в планы Китая не входит. В планы Китая хорошо вошло бы, если бы Россия завоевала Украину за три дня. Они бы тогда быстро с Тайванем попробовали бы, я не говорю, решили бы. Я говорю, попробовали бы решить вопрос. А тут три дня облома и дальше эта затяжная катавасия, это все против Китая. Китаю плохо от этого. Поэтому игроков в мире, которые хотели бы продолжать войну, нет. Все хотят ее закончить. Да, вопрос на каких условиях, это главный вопрос. Но я сейчас говорю о том, что есть повсеместная, всесторонняя, многократная усталость от войны. Идем дальше. Я обладаю информацией из, повторяю, разных, но очень высоких источников, которую я ни в коем случае не буду выдавать. Я не имею на это права. Но сумма этой информации, переработанная мной, аналитически, лично мной, и мои ощущения. А ощущения это всегда немножко инсайта, в основном информация, которая влияет на этот инсайт. Все это говорит о том, что горячая фаза войны закончится в этом году. Мне иногда говорят, слушай, ну вот ты такое говоришь вслух, ну конечно смело. Мне говорят, уважаемые люди, ну конечно смело. Потому что, ну а как война может закончиться в этом году вообще? Ты что, ради лайков это делаешь? Или чтоб смотрели больше? Или чтоб заголовки были там? Я говорю, ребята, я похож на идиота, который ради заголовков или лайков будет ставить на кон свою репутацию. Нет, не похож. Я это говорю не потому, что я хочу как-то выделиться. Я так чувствую, я привык всегда говорить то, что я чувствую, знаю и чувствую. Я очень свободный человек. Я никогда ни от кого не зависел. Никогда в моей профессии, в журналистской, я ничего не делал ради денег. Или ради чего бы то ни было еще. И, наверное, поэтому я достиг того, что достиг. Потому что люди чувствуют правду под коркой. Они чувствуют, когда человек врет ради чего-то. И когда он говорит правду, даже ошибаясь. Но говорит то, что думает. Вот. Я так думаю. Я в это абсолютно верю. Могу ли я ошибиться? Могу ли я ошибиться? Да, конечно, могу. Конечно, могу. Но я вам хочу сказать, что у меня в жизни были моменты, когда я один говорил то, чего не говорили другие, и я оказывался прав. Я перечислю вам эти основные моменты. Да, интересно. Первое, 2004 год. Оранжевая революция. Подъем такой, палатки, все, Майдан. И вот я помню этот день, когда объявили, Центральная избирательная комиссия объявила, что Янукович выиграл выборы и признала Януковича президентом. Я смотрел у себя в кабинете этот репортаж заседания ЦВК. Я его досмотрел, надел костюм, галстук, как сейчас помню, рубашку. И поехал я на Подоле. У меня был офис, и я поехал на Пятый канал, который располагался рядом на Рыбальском острове. Я вошел в студию Пятого канала. Там было непривычно тихо. Люди сидели, пили с горя. Многие, многие разошлись. Ну, все проиграно уже. Все проиграно. Янукович, президент. Его объявили президентом официально по законам Украины ЦВК, и Путин его уже поздравил. Я спросил, где я могу выйти в прямой эфир? Это был единственный оппозиционный канал. Мне говорят, заходите. Через полтора часа после объявления его президентом, я вышел в прямой эфир. Призвал всех выходить на Майдан, поддержать Ющенко. И сказал историческую фразу. Я не хочу в Россию. Я хочу в Европу. Это было ровно 20 лет назад. Это мое выступление есть в Ютубе. Любой желающий может его посмотреть. И вы знаете, когда я потом поехал на трибуну Майдана, я стоял на трибуне Майдана после этого, а потом я приехал в компанию близких людей, и они говорят, «Слушай, а зачем ты это сделал? Ну, ты богатый человек, у тебя всё в жизни хорошо, но теперь же тебе будет плохо. А зачем ты так поступил? Это же глупость». Ну, это глупо. Ну, это недальновидно. Ну, Янукович уже президент. Я сказал потрясающую вещь. Я сказал, во-первых, я поступил так, как хотел поступить, потому что я так считаю, я ненавижу это всё, изнасилование общества. А во-вторых, Янукович не будет президентом. И все говорят, ну как не будет? Он уже президент, и что? Смеёшься, что ли? Я сказал, он не будет президентом. И он не стал президентом. Это первый момент. Второй момент. Революция гидности, Майдан. Закулисье Майдана. У меня есть фотография оттуда. И видео, кстати. Мы стояли, ждали Маккейна. Стоит на Майдане около миллиона человек. Воскресенье. И я говорю лидерам Майдана, а там стояли Порошенко, Яценюк, Кличко, Тягныбок, Луценко. Вот стояли все. Я говорю, что вы ждёте? Валите его нахер. Не в плане там убивайте, а валите его. Он уже падает. И мне говорят, ну какой падает? Ты что, нам бы его ослабленным подвести к выборам 2015 года? Я говорю, его нет уже. Всё. Он не будет президентом. Его нет. Ну как-то нет. Ты что, он президент. А я понимал абсолютно. Это свидетели есть. Это вы спросите у Арсения Петровича Рецынюка, у Виталия Кличко. Пожалуйста, они подтвердят. Я сказал, валите его. Его нет. Всё. Его не будет. Он не будет никогда президентом. Всё. Так и случилось. И третий момент. Декабрь 2018 года. Ресторан Сантори на Подоле. Он закрылся уже. Я там любил всегда бывать с друзьями. Японская кухня прекрасная там была. Мы сидим незадолго до Нового года. И о чём, естественно, говорим? О выборах 2019 года. Ну, кто будет президентом все? Серьёзные, очень серьёзные люди сидели. Ну, кто будет? Нас было 11. Ну, кто будет президентом? Ну, говорят, Порошенко, Тимошенко. Значит, я говорю, да не, Зеленский. Все смеются, говорят, не, ну, это хорошая шутка. Да, конечно. Ну, конечно, Порошенко или, конечно, Тимошенко. Я говорю, да давайте поставим, забьёмся по тысяче долларов. Все одинаковые. Я предложил все 11, говорят, все 10 ещё, говорят, включая Олеся. Говорят, да. Мы написали, кто что говорит. Олеся сказала, как сейчас помню, Порошенко. Я один сказал, Зеленский. Я выиграл 10 тысяч долларов. Один вы сказали? Да, конечно, один. Один. Я выиграл свои 10 тысяч долларов. Значит, я сейчас говорю, что война закончится горячая фаза в этом году. Могу ошибиться? Могу. Но я так чувствую и я так знаю. И я с этой своей историей не спрыгну. Она здесь и здесь. Вот здесь вот спасибо за этот развернутый ответ. Опять же, таки важно, что он был подробным. Я в этой связи тоже вам коротенькую историю. Может быть, вы тоже оцените. Значит, по поводу 2004 года и по поводу Майдана. Мой товарищ, он работал у Ющенко в Донецком регионе. Они отвечали за нашу Украину и так далее и тому подобное. Он вот в эти моменты, когда вы стояли на сцене Майдана. Я как сейчас помню, дубленка у вас была такая выше колена немножко. И шарп оранжевый вот этот и так Ющенко. Вот эта вот история была. Значит, он мне набирает и говорит, ты знаешь, когда, в какой момент я понял, что Ющенко станет президентом и Майдан победит. Когда, говорит, Дмитрий Гордон поднялся на сцену Майдана. Теперь я вам говорю. Виктор Андреевич Ющенко сказал, что история Майдана разделилась на два этапа. До выступления Гордона на Пятом канале и после. Потому что вот то, что вы сказали, многие сказали, ну если он так говорит, то тут не все так просто. Да, я подтверждаю то, что вы говорите. Я это знаю. Много таких, мне людей много так говорило. Я знаю то, о чем вы говорите. Ну вот здесь опять же только из-за того, что эфирная дисциплина у нас не позволяет прям вот широко объять эту тему. Ну а хотелось бы, может быть, и в будущем, потому что она тоже важная. Дмитрий Ильич, хочу ваше вам мнение. Ибо нельзя объять необъятное. Вот совершенно, совершенная правда. И здесь вы тоже правы. Здесь вы тоже правы. Про поводу северокорейских солдат. Да, вы вскользь упомянули вот эту историю. Начерта эта вся штука Ким Чен Ину. Ну, потому что зачем это Путину, вроде как понятно. Значит, я вам сейчас скажу, я всегда иду от простого. Потому что искать сложно, это неблагодарная задача. Обычно люди ищут простое. Представьте, что вы Ким Чен Ин. Ну, как минимум, кошка подходит, да, если бы еще это... Вы намного лучше, чем он. Ну, представьте, поиграем в эту игру. Значит, Россия платит своим уродам за контракт 31 150 долларов. А вы, Ким Чен Ин, у вас рабов тьма. А ну, я вам предложу на месте России. Давай я буду платить за каждого северокорейского раба 3000. 500 долларов ему, 2,5 тебе. Нормально? Нормально. Ну, 12 тысяч по 2,5, это сколько? Уже неплохо, да? Ну, чуть-чуть есть, да. Условно говоря, плюс технологии, плюс еще что-то. Они там разберутся, как они друг другу помогают. За снаряды же, говорят, миллионов 8, говорят, я слышу цифру, Северная Корея дала России. За выпуск снарядов они заработали треть от того, что зарабатывают в год от всего остального вместе взятого. Поэтому это выгодная история. Да, ничего нечего, но папки. Да, вот только хотел сказать, бабло, в принципе, и все просто. Да. Здесь понятно. По поводу того, что вот северокорейцы присутствуют, уже и могут присутствовать прям вплотную к границе с Украиной. Да, вы же знаете, Джо Байден сказал, что вот, пожалуйста, мы новых ограничений не будем вводить, и Украина должна будет убиваться. Вы тоже, Дмитрий Ильич, знаете, вот это отношение к маломощным реакциям наших союзников, я вот так вот скажу. Эрекциям. Ну, вот это почему, и это снова-таки, оно так и будет, пока вот не наступит 5 ноября, и дальнейшие процессы будут развиваться. Вы знаете, по северным корейцам, во-первых, мы должны посмотреть, что это и с чем его едят. Потому что никто не может сегодня сказать вообще, как это все будет происходить и на что эти олухи способны. Потому что Северная Корея не воевала с 53-го года прошлого века. То, что они там какие-то навороченные, обученные, это все, ну, мы же знаем, эти потемкинские деревни русские, поэтому... И вы говорите, помните, как в анекдоте, а что вам мешает, что вам мешает говорить? Да, да, да. Я не решусь сказать, что они какие-то круто обученные солдаты, и они будут в бою незаменимы. Раз. Второе. Корейский язык. Как они будут взаимодействовать с русскими подразделениями? Третье. Я считаю, что их не бросят в Украину. Путин же не совсем еще сумасшедший, потому что если он их бросит в Курскую область, то если мир возмутится, он скажет, ребята, на нас напали. У нас договор, да, четвертая статья нашего договора. Мы попросили помощи у страны, с которой у нас договор о военной помощи. Мы действуем в рамках международного законодательства. Поэтому, если корейцы не двинутся вглубь украинской территории, выглядит все очень типологично. И это тогда его правильный ход, если корейцы сработают. Если корейцы не сработают, ну, нам придется больше снарядов потратить. А как вам теория, что вот Южная Корея включилась в эту нашу историю? Сейчас активно обсуждается, да, и вот рабочая группа, и возможный визит южнокорейских чиновников сюда, в Украину, она включилась потому, что вот этот же договор, про который мы сейчас с вами сказали, он же типа двухсторонний, да, и гипотетически русские могут появиться в Северной Корее на границе с Южной. Я вам скажу так. Сейчас непопулярную вещь произнесу. Я молю Бога, чтобы северные корейцы вошли на территорию Украины. Бога молю. Потому что тогда начнется совсем другой расклад и замес. Вот чтобы прецедент создали, чтобы они сюда пришли. Ну и хорошо будет. Будет очень хорошо. Для нас. Это то, о чем мы с вами сказали. Это то, о чем. Я даже не хочу расшифровывать, потому что это перевернет ход событий во время войны. Ход ведения войны это перевернет. Просто полностью. Как только эти кривоногие черти окажутся здесь. Ну и чтобы финализировать вот эту подтему, по поводу недостаточно мощных реакций Запада, ну и вот и Владимир Зеленский в том числе, да, говорит о том, что мы недополучили или получили едва ли не 10% от того, например, количества вооружения, которое мы просили. Ну, общественное мнение, вы прекрасно знаете, Дмитрий, да, эмоционально воспринимает все эти истории. И по поводу вот этих мемов про глубокую обеспокоенность и так далее и тому подобное. Все все знают. Почему так? Несколько составляющих. Первое. Нет яиц у подавляющего большинства европейских и американских лидеров. Ну, нет яиц необходимых. Не вижу Рейгана. Тэтчер не вижу. Миттерана, Коля не вижу. Вижу Шольца. Вообще нерешительное. Ну, как говорил Жванецкий, сто раз пыльными мешками побитое. Ну, то есть такое невзрачное что-то непонятное. Ну, не хочу обижать, опять-таки. Ну, его немцы выбрали, это их право. Но это нерешительный чувак с железными яйцами, который, можно сказать, так. Будет так. Там Мелони вот эта с Италии. Вот эта девушка Тошанада. Вот это мне нравится. О, это мне нравится. Бывший министр спорта усилия Берлускони. Да, одна из фавориток. А вот Шольц, там целый ряд еще. Это первое. Нерешительность с западой и страх. И недальновидность. Они не понимают, что напившись чужой крови, животные собираются дальше идти и пить другую кровь. Они этого не понимают. Почему? Не изучают историю вообще. Вы изучите хотя бы 21 века, 20 века хотя бы историю. Вы почитаете мемуары Черчилля хотя бы. Узнаете, о чем Черчилль жалел больше всего. Я вам скажу, самая главная ошибка Черчилля, о которой он говорил, что в 38 году Великобритания не впряглась за Чехословакию в этот конфликт с немцами. У немцев они не могли наскрести дивизии. А французы, союзники Великобритании имели в разы больше до зубов вооруженных дивизий. У Британии флот, авиация. То есть могли ударить по Германии тогда за Чехословакию. Ну и все, и был бы другой ход событий вообще. А они проявили малодушие, недальновидность, трусость. И в результате, ну и к чему это привело? Это первое. Второе. Глубокое, очень глубокое проникновение русской агентуры вглубь истеблишмента, политического истеблишмента европейских стран. Я вам хочу сказать, что когда подонок Фица, премьер-министр Словакии, Тоже наговорился. Еще что-то говорит, это еще ладно. Но когда он выходит в эфир к Скобеевой и рассказывает о любви к России, ну это подонок. Девятой мая. Оставить негде. Хочет посетить. Когда Орбан ездит в Москву, что это такое? Когда Эрдоган, лидер страны НАТО, ездит в Казань и говорит Путину, мой дорогой друг, это что такое? Когда всякие эти, сколько их по Европе, эти Додоны, Земаны, эти Марин Липпены, это все, это агентура. Это русская агентура, которая работает на Россию. И когда в награду за агентурные действия бывший премьер-министр Франции, Франсуа Фион и бывший канцлер ФРГ Шрёдер руководят нефтегазовыми структурами России, но вы меня извините, а куда дальше уже? Куда идти дальше? То есть второе, это глубокое проникновение русской агентуры в руководство европейских стран. Третье, бабки. Ну, Меркель, что уперлась в северные потоки вредоносные, бабки. А что сейчас нефть не прекратят покупать, бабки и так далее. Ну, вот три основных причины. Да, снова мы про бабло, но это вот этот вот цинизм не просто геополитический, да, это мир так устроен, к сожалению, к огромному, да, как бы нам не хотелось чего-то еще. И здесь вот спасибо, Дмитрий, за эту подтему. Смотрите, хочу с вами еще обсудить историю про Рамзана Кадырова, да, вот накануне атакованный дроном университет спецназа имени Путина в Грозном. И Кадыров вот вышел с заявлением, что, значит, среди погибших там украинские пленные, якобы экс-спикер батальона имени Шейха Мансура, вот через несколько часов эту информацию опроверг. Мне интересно просто, зачем Рамзан Ахмадович делает вот такие заявления. Первое, значит, я не уверен, или это был дрон украинский. Я уже сказал. Да, это мог прилететь дрон с Дагестана, между прочим, от недоброжелателей Кадырова, известно каких. Второе, всем нам надо беречь Рамзана Ахмадовича, потому что именно Рамзан Кадыров начнет организованный, целенаправленный выход Чечни из России. Я в этом абсолютно уверен. Кадыров не такой дурак, каким его пытаются показать. Он себе на уме. Если вы думаете, что он любит Путина, русских и Россию, то вы глубоко ошибаетесь. Я думаю, что в глубине своей души он ненавидит и Путина, и русских, и Россию. И есть за что. Потому что в течение долгих лет и веков Россия и русские издевались над чеченцами, Чечнёй и народами Кавказа. Просто издевались. И уничтожали этих гордых людей. Поэтому я считаю, что мы увидим с вами, как Кадыров, воспользовавшись неразберихой в Москве, уводит Чечнёй из состава России, становится полновластным хозяином независимой Чечни. Ждут нас, мягко скажем, любопытные события. Мне так кажется. Я могу ошибиться. Мне так кажется. Ну и мне хотелось бы опять-таки, если вы ответите с согласием на моё предложение, в будущем обсудить и развитие этих событий, это будет классно. В любом случае я вам это предложение сделаю, а сейчас закончить нашу беседу я бы хотел бы с новой историей. Это уже будет третья и тоже короткая. Но мне кажется, что она чуть-чуть более глубже в ваше сердце зайдёт. Вы сейчас поймёте, почему. До 2013 года, почти любой год, вспомните, забитый полностью дворец Украины. Почти 4 тысячи человек, правда, забитый полностью. 3 тысячи 600 зрителей. Ну да, вот приблизительно так. На сцене народный артист России Александр Розенбаум. Своими ежегодными концертами. И в разные времена вы то в середине, то сейчас все под конец концерта вы выходили на сцену с огромным букетом. С огромным красивым букетом. Поздравляли Александра Яковлевича с гастролями, с концертом и так далее и тому подобное. Я знаю, вы дружили, вы более того, как бы вы уважали, почему я сейчас говорю в прошедшем времени, я сейчас, естественно, вас спрошу. Вы уважали Александра Розенбаума, но потом вы сказали, после того, когда Россия аноксировала Крым, там, мне кажется, у вас начался какой-то разлад. И вы говорили о том, что ситуация с Розенбаумом – это ваша персональная глубокая боль. После широкомасштабного вторжения Розенбаум сказал, что он остается со своим кораблем. Что случилось с Александром Розенбаумом? Александр Яковлевич Розенбаум, с которым я дружил долгие годы, с 89-го года. Который все эти годы был моим кумиром и на песнях которого не только я вырос, выросло несколько поколений. И вам посчастливилось петь вместе с ним некоторые из этих песен, правда? Да, и мне посчастливилось быть первым слушателем многих песен Александра Яковлевича. Мало того, какие-то вещи он при мне даже сочинял. Мы очень много с ним общались, долго дружили. Я хочу сказать, что Александр Розенбаум – это великий человек, величайший человек. Это живой гений, который создал потрясающие песни лучше всяких учебников истории. Как сказал когда-то покойный Михаил Жванецкий, на его песнях родилось, выросло и уехало несколько поколений советских людей. Значит, я этого человека нежно люблю. Убежден, что и он меня тоже. Нас многое связывает, у нас много общих воспоминаний. Я прекрасно знаю практически все песни Александра Яковлевича наизусть. В одной из его песен, я сейчас вспомнил, есть такие слова «Заплутал, не знаю где». «Чудо чудное глядел». Да, видите, как сразу цитируемость высокая. Я считаю, что то, что произошло с Александром Розенбаумом – это глубочайшая трагедия его лично. Он заплутал, он потерялся. Он оказался слабым человеком для того, чтобы как Галкин или Макаревич, друг, кстати, большой Розенбаума, с которым они вместе… На Амазонку все время ездили. Да, да, да. Он не нашел в себе внутренних сил. Выступить против зла. У меня нет ни малейших сомнений в том, что такой человек, такого уровня понимания и глубины, как Розенбаум, может не понимать, что происходит. У меня даже сомнений никаких нет. Потому что, знаете, дважды два – всегда четыре. И кто бы ни говорил, что дважды два – пять. Ну, извините, это не так. Ну, четыре. Доказано уже. Все, четыре. Поэтому то, что тут зло капитальное, вселенское, масштабное, наглое, авантюрное, агрессивное – это Россия, так это видно, так это понятно. Когда уничтожают, убивают сотни тысяч украинцев, ни за что, ни про что. Кстати, сотни тысяч русских Путин убил. Когда разрушают украинскую инфраструктуру, когда стирают с лица земли цветущие украинские города, рассказывая о том, что в Украине фашизм и нацизм и бандеровцы, то не надо быть даже Александром Розенбаумом, чтобы задать простой вопрос. Ребята, а в Харькове, который вы расстреливаете гаубицами просто по жилым домам на Салтовке бьете, выстроили пушки там свои, да, и бьете по жилым домам залповым огнем, по многоэтажкам. А в Харькове, по которому вы стреляете кабами по центру города, разрушая город, а в Харькове, где вы убиваете людей, мирных жителей, где вы говорите, что надо там уничтожить все ТЭЦ, чтобы харьковчане бежали из Харькова на машинах, на поездах и на подводах, или шли пешком, чтобы мы его захватили, Харьков. Так это Харьков, который до 22-го года практически полностью говорил по-русски. Где живут большинство русских по национальности? Так у меня вопрос. А где там бандеровцы, фашисты и нацисты? Это просто вопрос невинный. Так это же не надо быть мной или Розенбаумом, чтобы задать этот вопрос, поинтересоваться. А что же вы уничтожаете Харьков? А что же вы уничтожаете Одессу, где бандеровцев, фашистов и нацистов, ну просто сроду не было? Одессу, говорящую по-русски 99% на момент 2022 года, где живут русские, украинцы и евреи? А что вы Одессу бомбите? Расскажите. Просто, чтобы понимать. Так это в этом цель спецоперации? То есть тут не надо быть семи пядей во лбу, не надо быть Розенбаумом, чтобы задавать эти вопросы. Я уверен, он себе эти вопросы задает. И я уверен, что он на эти вопросы себе отвечает точно так же, как отвечаем мы на эти вопросы. Потому что если не отвечать иначе, значит нет ни сердца, ни ума. А у него есть и сердце, и ум. Поэтому то, что происходит с Александром Яковлевичем, который, кстати, замолчал и молчит, то, что с ним происходит, это его глубочайшая трагедия, которая разъедает по крупицам его сердце. Я в этом уверен. Я его слишком хорошо знаю. Который наверняка клянет себя за трусость. Ну, я называю вещи своими именами. Но он для меня всё равно остаётся гениальным человеком, моим другом, которого я люблю, с которым у меня в жизни очень много связано. И прекрасные мгновения, часы, дни и всё, что было, я всё помню и никогда не забуду. Я его очень люблю. Дмитрий Ильич, спасибо вам огромное за то, что вы нашли это время для нашей сегодняшней беседы. Я тоже благодарю зрителей, всех тех, кто смотрит это видео, комментируйте его, во-первых. Во-вторых, приглашаем вас на YouTube-канал Дмитрия Гордона. Подписывайтесь и будьте в курсе ежедневных историй, которые продуцирует этот мир. Ну, а Дмитрий Ильич и все, кто делает канал Дмитрий Гордон, они для вас работают для того, чтобы вы понимали процессы немножко лучше. Ну и за это, Дмитрий Ильич, вам особая благодарность, потому что, когда вы провоцируете нас думать, думать – это немаловажный скилл в наши тёмные времена. Спасибо ещё раз. Слава вас, спасибо. Слава вам, слава Богу и слава Украине. Героям слава.